друзья всех приветствую в прошлом видео я так расписывал кфх что возможно вам показалось что нужно всем прям бежать на перегонки и открывать это кфх такое оно все хорошее со всех сторон и прекрасно друзья сегодня расскажу вам ну на мой взгляд да мое мнение плюс и минус кфх но же вам решать стоит он того или нет значит друзья кфх я рассматривал но это крестьянское фермерское хозяйство кто не знает зачем его вообще открывать лично для меня я его планировал уже несколько лет для чего это делается вообще влезать в эту штуку для того чтобы вам дали кучу земли чтобы вы стали юрлицом чтобы вы участвовали в различных тендерах и вы могли нанимать кучу персонала значит какой плюс ну плюс в том что допустим вы можете нанять кучу работников официально создать рабочие места вы можете платить налоги в размере одного процента это через два года на третий год то есть сплошные плюсы казалось бы а теперь друзья минусах на мой взгляд то что вы становитесь юрлицом то любые штрафы они платятся в разы больше вы вы не платите налоги в первые два года за прибыль хозяйства да но вы платите за своих работников вы платите заработную плату вы платите все всяческие эти взносы страхование в общем еще 45 процентов от собственно зарплаты если не ошибаюсь если я ошибаюсь поправьте по-моему 45 или 35 или 45 процентов вы платите за каждого своего работника за с его зарплаты налоги и ребятки самое что мне не очень нравится то что заработанные деньги в хозяйстве это не ваши деньги вы не можете прям все взять снять да и потратить на свои там хотелки вы можете выписывать себе зарплату перечислять премии но в общем то и все теперь друзья мы по поводу налогообложения когда уже подойдет время третьего года у нас не самая продвинутая страна по вот эти вот по бумажкам марательством у нас ну как бы каждое юрлицо те ребят так что казалось бы простейшая задача заплатить налоги это как не знаю это как босса победить в какой-то игре тут надо серьезно подходить готовиться к этому делу что я имею ввиду и чтобы заплатить налоги но как юрлицо вы должны иметь электронный ключ за электронный ключ вы платите каждый год деньги чтобы реализовывать свой продукт ну к примеру вы же кафеха открывать или чего ну к примеру для того чтобы делать и продавать саженцы чтобы продавать саженцы ну как юрлицо вы должны иметь кассовый аппарат носик вам приезжает человек просто физлицо у вас хочет купить вы должны иметь кассовый аппарат за который вы тоже мало то что вы покупаете кассовый аппарат за его обслуживание тоже платятся деньги выезжать человек который приехал посмотрел а классный аппарат и уехал вот за это еще платится ну копейки но по сравнению со всем остальным копейки но тоже платят неизвестно кому и на что и вот это сборище вот этих вот маленьких минусов но их количество конечно меня немножко так расстраивает конечно если вы собираете зарабатывать миллионы долларов в год то это пустяки кстати да кстати о миллионах долларов сами вы бухгалтерию не посчитаете вам нужно или в штате иметь бухгалтера или же как это называют на фрилансе заказывать бухгалтера который будет вести вашу бухгалтерию и собственно оплачивать все счета нет если вы сами бухгалтеры сами можете это делать супер вы от супер одаренный человек который может тогда одновременно делать бухгалтерию и заниматься хозяйством еще друзья мы замечу такую штуку что когда вы становитесь юрлицом у вас появляются большие гектары но к примеру вы занимаетесь там ну тоже ягоды тоже голубикой вам естественно нужно какой-то источник воды вы будете скважину или делаете водоем но и водоем и скважину или только скважину и вы как юрлицо должны оплачивать эту воду да 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 вся фишка в том что вы достаете эту воду из земли пускай запускаете ее через капельные ваши трубки вода обратно возвращаются в землю и вы за это все еще и платить и вот это как все сделать это если все ребят делать по закону ну а у кого как получается тут уж тут уж ребят ваши дела вот ребят поэтому я очень долго думал очень долго хотел конечно были планы и и взять землю у нас но землю взять не такая большая проблема землю взять можно 20 70 даже гектаров можно взять можно 140 142 даже есть участок вся проблема в том нужно ли это дело в том друзья что у меня она когда начинал все вот это вот эту затею у меня была в голове концепция такой найти как в америке модно семейные фермы там где там допустим отец сын и там 12 наимных работника и вот они значит что-то делают даже небольшие наверное относительно до небольшие участки позволяют им то что там 10-20 лет хорошо жить просто поколениями у них вот этот фермерство уже в крови не так как у нас это выживание а у них это но собственно если это фермер значит очень богатый человек вот друзья и вот это вот концепция семейной фермы подтолкнула меня к этому вот созданию вот это собственно мечта пока она еще остается мечтой это еще не к не далеко не конечный результат я это делал с целью с такой картинкой перед глазами что вот у меня здесь дом здесь значит такие знаете панорамные эти окна в пол и я вот сижу пью чай кофе наблюдая вот за вот этими вот гектарами больших красивых кустов за этим садом можно так сказать и ну конечно на найти как как у всех хочется больше больше когда почувствовал вкус денег тогда уже надо что-то больше грандиозней хочется больше больше денег и теряется вот эта сама суть вот этой как сказать размеренной жизни если посчитать так грубо то два гектара на семью этого вполне хватит даже хорошо жить я имею ввиду если вы занимаетесь выращиванием картошки выращиваете ягоду хотя хотя бы какую-нибудь то одна семья два гектара обработать может даже если там без без каких-либо помощников в принципе если там муж жена и дети уже достаточно самостоятельно чтобы оставаться там в доме до одни то два человека на 2 гектара за год могут выполнить всю работу в теории тогда как 10-20 гектар тут уже обязательно нужны наемные работники а я друзья мои поработав уже ну не в одном хозяйстве уже в трех но я так основательно про погрузился поработал мне это ребят хлебнул хватило на всю жизнь наверное отбила любое желание делать что-то такое большое грандиозное где участвует много много незнакомых тебе людей которые в 90 процентов случаев они просто пришли не работать дай денег и там увидишь меня когда из опоя выйду вот это немножко так расстраивает и все твои фантазии идут прахом это постоянные стрессы у владельца этого бизнеса до у фермерского хозяйства это постоянный стресс насчет работников насчет уборки урожая где найти людей это техника которая постоянно ломать на 20 гектар нужно нормально так техники не один трактор уже нужен это без кредитов вы вряд ли обойдетесь потому что в начале это просто неподъемная сумма то есть это еще оплата кредитов оплата заработной платы потом идут налоги и человек просто живет в этом хозяйстве даже с товарищами три года назад одно хозяйство начали и дошли уже до того что есть домик для значит работников ну такой 22 вагончика составили вместе такая зона отдыха там они покушать могут переодеться согреться дошло до того что там домик поставили чтобы сам владелец совладелец один из мог там ночевать и жить представляете там его его дети уже стали забывать как он выглядит я до этого докатиться не хочу я хочу вот что такое небольшое лично мое чтобы всякие тут эти барыги синегалы чтобы я от них не зависел и чем меньше меня теребят всякие органы контролирующие тем ну для меня не так как для вас а для меня лучше вот друзья такие у меня взгляды по поводу фермерского хозяйства что пока что для себя я не вижу такого ну не знаю такой как сказать такой прибыли да чтобы я вот и шел на сделки совести да чтобы я кусок жизни там положил ну чтобы получить какой-то ну какую-то выгоду выгоду то вы получите разовую может быть даже не один раз но когда вам это надоест этим заниматься через год через три через пять а потом что вы будете делать очень друзья ни в коем случае не призываю вас что кфх это плохо просто хочу рассказать свое мнение и свое видение которое бы я хотел притворить в жизнь все друзья всем добра желаю чтобы ваши мечты исполнились все в ваших руках всего вам доброго пока